...которые в кооперации с коммунистом СИГУА, заряженным владельцем, учредителем десятых фенопартов в Китае, главного фронта этого прогноза, в случае подружения российского северного компания на Китайский рынок. И я хотел бы вам рассказать о этой работе с точки зрения дальнейшего развития участников наших властей в формате, в том числе, в одном из перспективного формата спорта. Хорошо, да. Ну, можно ли я сначала выскажу некое суждение, да, вот, к тому, что здесь происходит, потому что я ехал в Дову, почему троицкий пластер не получил приглашение поучаствовать, да. Я придумал, если как-то, наш троицкий пластер называется «Новый материал лазерно-радиционной технологии», да, и в нашем названии «Цифровые аналогики нет». Но хочу вам пример привести. Один был тот, что прошел конкурс в фонде Борга. И участвовали, ну, несколько из компаний, а вот две в качестве примера. Одна компания, которая разрабатывает фемтисекундные лазеры. И фемтисекундные лазеры – это уже завтрашний день. Она, правда, феминировала, как ты понимаешь. И они подали проект на разработку аддитивной технологии с использованием фемтисекундных лазеров. А компания – один из боровых лидеров в области работающих фемтисекундных лазеров. И, мое суждение, это суждение ингредиентации является общепризнанным, да. И вторая компания – тоже хорошая, то есть компания, которая торгует игрушками электронными, которые производятся в Китае. Вот как вы думаете, кто из этих двух компаний подвещал 20 миллионов фемтисекундных лазеров? Правда, как ты? Конечно. Ничего против не имеют китайских игрушек, да. Но если мы так будем расценивать цифровую экономику, то ничего хорошего мы не получим. И второй пример – тоже имеющий отношение к производственному кластеру. Значит, вот все знают, что, если говорить на переднем крае, да, о развитии цифровой экономики, то вообще есть такой параметр, как разрешение микроскета, производится на нано-питографии, вот и производится микроскета. И уровень технологии цифровой в стране. Он вообще не так попределяется в достигнутом контрольного разрешения. Ну, в России, насколько я понимаю, 60 миллионов, так и на сколько? 60 миллионов, так и на сколько? Если я говорю, 90 миллионов, на сколько? Передний край сегодня, ну, мировой уровень, 30, в Передний край 13. Вот Турцкая компания разработает источник для аналитографии на 13 миллионов. То есть мировая технология, литромировая компания СНР, которая этим занимается использованием технологии, источник самого патриарда, который заработал в Троицке. Троицке получил мировую. Это институт спикероскопии, который предложил использовать линию ООО, ну и, собственно, провели разработку этой выставки. Это самый передний край мировой цифровой экономики. Ясно, что в России всего этого никому не надо. В России 60 микрон вообще не освоили, никто 60 микрон это на основе технологии СНР, которую они сделали, лет там 10-12. Ясно, что получает, что в компании не получают сегодня поддержку России. Потому что в России нет задачи создания мирового оборудования. У китайцев есть такая задача. Переходя в Китай, да? Китайцы разрабатывают свой мировой мировой. У них это национальная программа. Источник для них тоже делает Троицкая компания. Но никогда не другое, не участвует в программе цифровой экономики в России. Потому что они на том переднем крае, на который Россия должна замахиваться. Я считаю, что это неправильно, и, как говоря о цифровой экономике, мы должны говорить о лидерских технологиях, не ставя на первом место слово цифровой, превращая китайские игрушки в лидера, в цифровой экономики в России. Но это так. В качестве... Хорошо, послезавтра нам придет Байя Укутков, но, так сказать, мы можем будет вопрос в лицо задать. Хорошо. Я думаю, что на этом будет недостаток цифровой заявки. Я не знаю, конечно, я расскажу про это, да. Потому что мы с Иваном Михайловичем это обсудили. Ну, скажи, как в Китае. Вот так случилось, что по вопросу там на мировом лидерском, что три года назад в город Троицк приеду в город Дануана, значит, из провинции Гуандун поискать высокие технологии для китайской промышленности. Приемлемы на Троицк. Вот почему-то, да, в Тонбайне знают, где находится Троицк и что она в Троицке занимается. Два слова о провинции Гуандун, кто не знает. Провинция Гуандун занимает 10-е место в мире по номинальному ВВП, а Россия занимает 12-е место. Там, по-садам, появится в Польше, чем в России. 110 миллионов человек. Пятое место в мире по экспорту. Уступает в США, Китай, Германии, Японии. Пятое место занимает провинции Гуандун. Значит, очень сложно, это такой город Чинжэнь, который находится на берегу прямо рядом с Гонконгом. Собственно, соседство с Гонконгом на него и сделали, в правильности таким лидером китайского экономического и инновационного человека. Но вообще, это один большой город, который называется «Агглаберация Женчужной реки». Он расположен вдоль Женчужной реки, в общем-то, в Среднем берегу. Дальше город Гунконг, где мы сидим мы, я даже скажу, Это центр российской, китайской центральной экономики. И еще, в общем-то, это называется Гуанчжоу, «Столица правительства». Значит… Почему Гуан приехал в Собственно-Автопис? Потому что незадобно для этого, в 2014 году, вообще город Гунконг был в столице, и в сентяйской столице перспективы. И в школьном году, в целях ППК «Видео» в большей борьбе с этим делом, в дальнейшем провели статьи, в центральной организации, в репортажной телевидении, посадили 15 глав гуниципалитетов. За пожелание этого бизнеса и результаты, он стал тоже непобедимен в большей борьбе с этой борьбе. И его выбрали у него на 5 миллиардов долларов. То есть гостиницы русские, в принципе, нет. После чего мэр приехал в Троицкий искать инновации. В этом смысле, дам Борисуок, он посмотрел, вот казари мне сказали, он меня спросил, как ты готов ехать в Китай? Я говорю, готов. В том же году приехал в центр транспортной технологии, сделанный на деньги муниципалитета. Принципиально отличие. Я был умер в 38 лет, и поэтому хорошо понимаю разницу между муниципалитетом китайским и муниципалитетом советским, российским. У нас перевернутая бюджетная система. У нас меньше всего денег, порядка 10% бюджет муниципальный, еще 20% это региональный, и 70%, у нас федеральный бюджет. Ну и дальше, так сказать, мы знаем, какие мероприятия проводятся на деньги федерального бюджета. Ну вот, один из них только что хорошо. В Китае наоборот. Да, там 70% средств остается на муниципалитете и регионе, и потом 30% будет на уровне федерации. Что это дает? Это дает, например, то, что у муниципалитетов, где наш центр, помимо того, что они были деньги на наших центрах, небольшие деньги, но они в том же году выделили миллиард долларов известного бюджета на развитие местного университета. То есть университета, на самом деле, никакой, то есть университета, в китайских, в четвертом бюджетах, это не настоятельство университета. Создание лабораторий, на привлечение, создание лабораторий, на грамотах для ученых, миллиард долларов из местного бюджета. Вот так устроен такой бюджет, и там совсем другие возможности, и мы ведь мы работаем с местным бюджетом. Мы работаем с муниципалитетом, даже не с регионом, ни кем более, не с уровнем китайской народной республики. Вот было принято решение, и учредителем мыслов было правительство с одной стороны города Лунивара с другой стороны университета Циньхуана. Университет Циньхуана в конце Китая вот занимаем 19-е место в рейтинге мировых университетов, тут в последнее время это 19-е, в любом лучших, из-за российских 89-х. Вот такой университет. Причем, в отличие от нас, почему университеты, может быть, только вы же можете с ним там, и соперности еще там далеко. Потому что это огромная бизнес-корпорация. Компания-корпорация, которая уже владеет 18-ю листинговой компанией, те, которые торгуются на бирже, это то, что они уже были на бирже, еще все-таки стартапы, которые нам подходят. То есть они целенаправленно занимаются транспортной технологией, и, собственно, поэтому они выступили вот с учредителем нашего российско-китайского центра. А теперь, собственно, что мы делаем и как, да? Во-первых, у нас есть собственная здательность. У нас есть технопарк, которая называется «Возеро Смещание». Собственно, этому не запоминетел. Построил здательность 20 000 квадратных меров и бесплатно передал его в Центр на развитие технологий с правом пересдачи валент. То есть мы можем пересдавать как валент, и на этом зарабатываем. во-вторых, там есть некоторый бюджет на транспортной технологии, плюс есть бюджет, собственно, на инвестиции в проект. В общем, есть бюджет на некоммерческую историю, как у нас, для вас, в лабораториях некоммерческая не есть, это венчурная компания, которая вторая бюджет в первую очередь историю. И наша задача, то же, что мы отвечаем, это двусторонний транспортной технологии, плюс мы ищем технологию в России. в Китай, то можно из Китая привезти в Россию. Значит, есть одно заблуждение общее. Я много общаюсь с людьми, которые занимаются инновациями. Есть такое заблуждение вокруг Китая. Китай – это такая страна, где можно дешево произвести все, что угодно, и потом дорого продать не любят. В России и Европе важнее это делать. Ну, здесь две ошибки на сегодняшний день. Во-первых, уже не правда, что Китай дешевая страна, но я проехал, очень много заплат в провинции Гуандуна, на адрес колоссальных помощниц. Вообще, мы пятое место на две поездки. в России. Средняя зарплаты рабочие 1 тысяч юаней. 1 тысяч юаней вчера я смотрел было 9,3, то есть, примерно, на мой год 50 тысяч рублей зарплаты рабочего, и зарплаты инженера 10 тысяч юаней. не надо подстать. Понятно, что это, да, это же более изобретатель, чем в России, поэтому говорить о том, что Антошево, это дело не правда. они, правда, от этого начинают страдать, потому что Вьетнам и Индия начинают перетаскиваться себя, да, перетаскиваться в первую очередь в рабочую силу. Но у них есть главное на сегодняшний день время, которое, на мой взгляд, мы недооцениваем тех, кто занимается инновацией, а недооцениваем. Это, в сути, большинство, миллиарда человек сводит жизнь в временах таким, как Россия. Это означает, что вообще китайский рынок в 10 раз больше Российского. Поэтому если вы, вот, ребят, со своим продуктем получаете в китайском рынке такую же долю, как в российском, это означает, что вы зарабатываете в 10 раз больше, чем в России. Для инноваций это все же важно, потому что есть там разные геории, да, что для инноваций в этом, как периодически у вас был экономик, в основании в основном экономике, в основании первого, вы не откупаете такая инвестиция инноваций, потому что вы не можете оставлять достаточно, что для этого современного товарища. Поэтому, если говорить о инновациях, то в первую, в шестой очередь, вы должны смотреть российские товары. и это хорошая новость, да, вот за счет этого китай, собственно, перешел в последние грехи с экономическим, потому что они же выбривали, да, что это такая всемирная мусульская, которая происходит для всего мира. На самом деле, сегодня они происходят для себя, есть население, которому подостояние быстро растет экономика растет на 7-8-10 процентов в год, и поэтому внутренний спрос обеспечивает потребность в том числе у новых технологий. Есть проблема, да, для российских компаний, которые въезды направляются. Ну, и началось с проблемами языка. Надо понимать, что если в Китае говорят по-русски. Очень трудно найти в Китае человек, который говорит по-русски. На Сейвы, еще можно, например, на Хабаровске. Там есть переграничные связи, и там действительно достаточно активно на юфе человек с собственным возникам. Особенно в маленькой компании. В большом компании вы еще можете встретить много говорящих уже упоминаний. Поэтому языковый барьер – это огромная проблема для выхода в китайский язык. Причем, я всегда рассказываю китайцам такую историю, в чем отличается. Китайцы – английский язык отрусского, да. В английском языке не самая плохая ворка , когда человек хочет сказать что-то абсолютное минимальное, для меня это греческое. Значит, русский человек никогда не скажет для меня это греческое. Наш греческий алфавит более-менее понятен, хотя прочистен. Поэтому в отличие от англичанина будет ситуация чего русский человек никогда? Русский человек это китайская льва. И вот эта разница, что этот барьер для нас очень серьезный, и не надо имени вакцинов для людей, которые прилетали в китайский аэропорт, считающих, что в гостинице они наберутся, потому что нету, и долларов работающих на английском нету. Копечина английского, таксистов английского не говорят, и говорят, что человек это не важно, а ее останетесь совсем близко. Вторая история первого языка состоит в том, что нитайцы, причем это неумышлено сделано, они не сильно скрываются, чтобы иностранцы были. то есть мы говорили, мы китайские улицы повреждены, я говорю, там в Чинжейс, в Чинжейс, в Чинжейс, в Чинжейс, в Чинжейс, нет надписи в английском. Нет ни одного автомобильного делегатора, у которого есть английский энергетик. Во-первых, вы не возьмите машину, потому что никакие иностранные права в Китае не имеются. Поэтому вот ощущение, что я буду так вернуть и возьмем машину, сам доберусь, в Китае мне пришлось сдавать на китайские права. Я два раза здесь не сдавал на права. Первый раз в телефоне, второй раз в Китае 17, ни разу в России. И даже если вы сдали на права, то это, в общем, отдельное отрождение перед Китейской улицей и поехали в этот партнер. Но когда жена приехала, она задевала и говорит, пуф, я не буду смотреть. Просто какие-то китайцы но это культура и не говоря совсем уже таких подобных вещах, например, вы не можете попросить китайцев сходить спросить чего-то начать. Правда? Китайцы это убежит. Вы знаете, что он человек не знает. Он этого не может. В Виталии Ивановске говорил в его проговорках, что лучше две минуты позора, чем будет меньше. Он говорит, здесь не знаю, что где-то спросить. Для китайцев это слово невозможно. И если поставить китайца спросить чего-то начать, то есть не поймешь, а поймешь дальше. Это вот одна история. Вторая история, собственно, связанная со своими дорогами, и все знают, что есть огромная проблема с охраной производства. То есть если вы создаете какое-то производство в Китае, то, по-моему, очень недавно так было, и говорят, что сейчас там часто бывает, на соседней улице создаётся дольше, дольше, дольше другое производство. И в итоге оказывается, что в Китае производство производства в Китае производства. То есть есть проблема защиты технических институтов. Значит, как мы с этим боремся, да? Пытаемся бороться, потому что мы существуют, и всё-таки сказать, это не могу, но тем не менее, не менее, то есть проектов горизон. Во-первых, мы стараемся сделать так, чтобы выживая технология оставалась в России. во-первых, мы начали выживать медицинское прибор, тогда я занимаюсь медицинским прибором, два раза в конце вот мы всё делаем, и для России, Все делали в Китае. Рископы делали в Китае, электроники делали в Китае. Упаковки, правые, делали здесь. Не меньше чем делать в Китае, но у меня он в Китае был лазер. Лазер делается в Троицке. Основные движения, управление от лазера, это кристалл практически. И, собственно, основная большая техника, это технология роста кристаллов. Вот только с кристаллов остаются в Троицке. Сейчас мы сначала сборку, электронику туда переносим, потом перенесем обработку кристаллов, механическую. То есть тоже высокой технологии достаточно. Но все-таки вот сам рост кристаллов в ближайший год будет оставаться в России. И тем самым гарантированно, что они тоже были технологии. Это один способ. Но это избавляет вас от необходимости защищать. Это патентами. Но здесь у нас немножко другая. Из того, где можно получить китайский патент, и это вам не очень поможет, потому что вы опять еще сами должны его поддерживать, потому что вы сами должны работать. Здесь же вы получили оборудование. Вещина. Да. Дело в том, что на китайском рынке очень трудно выйти просто в силу. Помимо тех культурных проблем, которые я сказал, там просто очень сильная профессионализма. То есть вы, скорее всего, со своим родственным продуктом, особенно если это касается медицинского препора, комиссия в большом экзамене, медицинский, они годами не могут выйти на китайский продукт со своим родом. Причем законодательство устроено так, что вы, например, то есть что это вы так произвели? Да. Думаю же. Они производят свой продукт в Китае, но если вы не сами его произведите, если вы не владеете своей фабриками, которую вы производите, вы не можете его продавать в Китае. Да вот. А заграницу произведенную на этой фабрике в Китае, например, в России, вы можете это делать? Но не в Китае. Это совершено законом. Поэтому у меня большая компания, которые делают чего, они производят продукт в Китае, вывозят его в Ганконг, то есть какой-то продукт, становится произведенным в Ганконг. И ввозят его уже как произведенный экспортный продукт опять назад в Китай, в ту же самую провинцию Ганконг, где собственно все производится. Просто чтобы обойти за пред на продажу медицинских изделий, нет производителя. Даже они не являются производителями. Это то, что вы, для профессионалов, можно сказать одну фразу, в Китае запрещено выявление производства медицинских и все понимаем, потому что мы понимаем, что были бы должны быть собственные метры производства, и он приобретен, что это было бы. И это сделано специально. Поэтому наши идеологические аффициенты стоят в том, что мы считаем, что надо выходить не с экспортным, а надо выходить с производства, на китайской территории, и там создавать производство с участием китайских партнеров. То есть выбор китайского партнера – это ключевые. потому что вам нужно, чтобы этот партнер, с одной стороны, был выбрасывал, а с другой, чтобы он был достаточно авторитентным для того, чтобы его защитить вашу, на самом деле, вторую собственность. То есть наша практика, она сегодня такая. Мы учим. Начинаем с того, что мы оформляем китайский партнер на, как правило, на российского человека, то есть 90% собственности китайского партнера. Оформляем и заделываем вот этот процент. 90% собственности уже на российском, автор, естественно, это собственно. И 10% мы отдаем за то, что университет оформляет этот проект, и на 10% процентов соответствующих социальных партнеров. Там мы решаем несколько проблем. За федерское зрение, претендуем, защищаем инвентуальную собственность и ставим делами университета по-другому, 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 по-другому. Иногда, когда требуется не просто китайский партнер, они отрабатывают, да? Редактор с китайским партнером это работает, это требует. Поэтому первую итаку является создание некоммерческого лаборатории. Это тоже мы китайские деньги. Примерно, вот, небольшое финансирование, например, 10 миллионов рублей, да? И условия такие, российский, российский человек автор, да? На 80% является собственная или культуральная собственность, которая сделана на китайские деньги. 8% российского и 20% китайцев или 8%. В отличие от первого случая, что в первом случае университет потратил на патентование, а здесь не 10 миллионов потратили на разработку. И тогда, вот после, вот в результате этих действий, да, то уже и есть китайский партнер, университет СИКОА, самый лучший университет в Китае, и ваш потенциальный коммерческий партнер, он вам помогает, а не только коммерческого партнера, а во вторых, ваш коммерческий партнер понимает, университет что за эти строительства и и это правда, потому что, ну, в качестве переговора, мы вообще ждали запасов приспособления от межроссийской компании, и когда они сказали, что мы можем из Китая и из Китая вот это 18% дороже, потому что если вы загранили 18% плюс МДС, потом они сказали, нет, а мы компания понимали, что мы можем из Китая сочетаться. Потом еще подробно сказали, нет, это же симпатичная 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 компания. То есть вот то, что есть такой партнер, я считаю, силой на этой нашей нашей центре. И дальше этот же партнер имеет, как я сказал, колоссальный китайский партнер очень часто, в отличие от нас, китайские партнеры приходят сразу как только где писательство вошли симпатичную Они говорят, что мы каким-то этим участком, даже на некоммерческом этапе. Факт, который меня поразил, это совсем недавно, для меня было откровение, когда мы подписали все протоколы, у нас 6 человек, касается первого языкового карьера, у нас 6 человек русскоговорящих китайцев, в штате. У нас даже без этого было невозможно. Так вот, когда мы написали соглашение о создании первого предприятия, все 6 человек китайцев, а это передовые работники с захватами народа уже 100 тысяч в месяц. Они все сказали, что они хотят участвовать в городе, в какой-то размере строить трудную организацию. Они когда на руме с университетом вложили туда деньги, и меня это поразило представьте, что вы написали с университетом и с университетом который говорит, что вы хотите вложить свои замплаты в реализационную с университет. И не думаешь что это не так? То есть нам будет в этом списке гораздо легче, если вы демонстрируете, что, а, вы скажете, что вы поддержите силу университета, силу китайцев с университетом то приходят люди, которые со столетиками частыми, готовы участвовать в нашем обучении. И это, это чьё, наверное, построиться на той схеме, которую мы делали. Наверное, у тебя уже много времени надо задать. Я задам, я задам, коллега, задодок, насколько в этом моде тиражёр, сколько, который перевалить зарядок на содействие с сторонами органических отношений, скажем, с университетом с сухой, если, так, технологическим обновлением, которые, соответственно, возможны активные обновления, что требуется с форматом и так далее. Ну смотрите, значит, во-первых, я начал с того, что я представляю троицу новой классе, которая называется «Новый медильяло», «Мир всех», а «Свертый уровень», «Лазерный» и в первую очередь мы, конечно, в области своей компетенции и работали, и так мы договаривались, да, с мэром на диванах, я там приезжал, потому что в этом мы чё-то понимаем, как я скажу. Но в качестве, так, кстати, не сказать, гораздо другие найти проект из Китая в России, потому что зачем там, в Китае понятно, в районе этого, но зачем китайский Россию трудно объяснить так, потому что, у нас есть завод в Китае, который не сможет обеспечивать государство в России. Тем не менее, в результате институт технологии, которые в России медленные достаточно, и мы сегодня обсуждаем создание совместных китайцев, на каждом двухсторонном областном государстве, которые были в стране. И это тоже наша компетенция, как раз создавая северная компания. Поэтому то, что мы так бы принципиально не связываемся с этим. Потому что в Китае это чрезвычайно в Китае мы совсем ничего не понимаем и стараемся с этим связаться. С другой стороны, мы видим, вот сейчас, по прошествии двух лет, мы видим некоторые спросы. Сегодня, например, в Китае колоссальные спросы на экологические технологии, они прошли в этап горного развития и сейчас поняли, что у них вообще все новое экологическое гоноскоп. Вот очистка. Перед Новым годом, например, они оставали 1300 руководителей малых и сильных компаний, у которых было проблем с загрязнением и не выпускали эти секунды, которые хотели написать программу очистить своих ссор. То есть есть такой способ. И для того чтобы те задачи, которые последняя задача, которую мы с ним обсуждаем уже скоро в Шенчжене, это очистка вставки групп. То есть когда российские сооружения на самом деле нельзя вылезать на поля, без ее строя, а для них это большая проблема, потому что цепей мало в Шенчжене сейчас цена на квартиру в Шенчжене сейчас 25. Вам нужно сокращаться за поддержку по технологиям твердых материалов или можно по широкому спекту? Можно по широкому спекту. Я сказал, что наш фокус сегодня это две вещи. Первое это тот, что мы принимаем эти три направления. И второй фокус это тот строительство, который есть в правительстве Волонтона. Потому что у нас мандат все-таки правительство Волонтона, они там есть в Таршо. У этих продуктов много граждане зверяющие зверя, все-таки есть в широкому спекту. И фарму они социалисты могут быть? Фарму мы все-таки фарму тоже фарма очень специально история вот IT-фарма это не значит это не значит, что нельзя заниматься в Китае, потому что партнер очень другой мы работаем в Волонтоне. Могут показать фотографию и сейчас едут в городе Шенченов, это соседний город, пока и вы, вдруг перед тобой новое состояние на Минске, да. Китайцы за 4 года из муниципального университета построили только университет в натуральную величину Садовничий попросил чтобы она была на 18 метров и она не построила на 18 метров но это соседний город и там есть и вот сейчас все крупные китайские города они ищут этих факторов они создают вот эти клоны университетов там московские и так далее но это реальная история мне вот рассказывал как представителя университета все команды разных факультетов которые едут преподавать вот конечно это на практике очень разнообразие с самыми разных обстоятельств в Китае но это очень очень surprised а я с еще 3 на на я вот так да ну Если все будет в похожих устройствах, то лучше превратить в организацию. Ну, смотрите, вы, если бы так сказать, мы вообще внучали структуру цепла. Потому что есть институт, есть исследовательский институт цепла в Жен-Жене, который у нас еще нет. Там мы выносим с изночными цеплами. Вот есть, например, такая же компания Кавей, которая, как в Цепики, очень известная в России, в общем, много чего сделали, они занимаются эти 20-х элементы. Это тоже структуру цепла, но, который, наверное, кто знает, есть такой ТУСПАК. Но, собственно, ТУСПАК и расшифровывается, как ТУСПАК и УНИВЕРСКИ, САЙЕНС ПАКК. Вот это тоже ТУСПАК и очень интересный. Мы считаем, что это действительно была структура и профессия ЖИПСУ, и ТУСПАК, и, да, там, если мы не забирали. Я знаю, почему вы говорите, что с российской стороны такие, что кто-то такой, это может быть с российской стороны обратиться, понимаешь, что они все принимают в китайцах, но можно перевалиться, знаешь, как китайцы, это, кажется, уже не все цепло. Вот есть еще больше тренировок. Ну, вот смотрите, мы встроены сейчас, как элемент вот этой синхронной системы, да, но мы вот так, ну, грубо говоря, единственные русские, и все остальные, они тоже международные, там, израильские, французские, канадские, американские. Если кто-то заключил, допустим, в другую область, и получил побольше статус, то, что, как ты его показать, задействуешь? Мы можем посмотреть и посоветовать, куда надо идти, потому что в Китае же есть свои специализации, да, там Ухай, например, известно, что это лазерный там район, если район север, то, что это хирургами, хирургами, там они создают блюродную мобилину, в частности, блюродные материалы, есть его биотехнологии. То есть мы точно совершенно можем сказать, где происходят. И может, мне это казалось, что там просто есть симпатические, но не русские, да, а в каком-то время не рассказывать о том. Да, вот с ними мы можем. А у них есть биотехнологии. Отлично. Теперь, пожалуйста, вопросы. Я думаю, по ощущению, что после паузи, там уже все должно потестоваться в пешеходах, давайте мы там, в Китае с вашей помощи откроем, там, взятом, там… Сказали про чистые технологии. Слифов, да. Да. Как перейти на трехдовольного жанра? По каких технологиях? Ну, из которого, значит, два, три, да, вот… Это очень просто… У меня, в сожалению, не… Я уже наберем… Вот мы сейчас прямо здесь наберем… Да. Да. Мобильный, да, да. Ну, 8, 9, 3… 7, 2, 1, 2, 1… 6, 3… 6, 3… 6, 1… Дальше мы просто… 7… Как пишут сюда, не слушать. 7, 2, 1, 1… 7… Семь сменей, собаку, чем в Европе. И могу еще быть китайский номер, если вы помните. Китайский номер должен быть? В Европе? Нет, почему? Нормально. Кстати, всем, кто работает с Китаем, сразу рекомендуется для китайцев все. Это и Viber, и Facebook, и Gmail, и Telegram, и владежная система. Это то, что всегда на китайском канале. Если вы хотите на китайский номер, то в любое время высоко китайский номер. И это то, что у нас не запретят. Год назад, когда вы попадали запретить, и через билет, и все будет на китайский номер. Потому что на китайский номер, и все будет на китайский номер. Да, в следующем случае Синьев, Виктор Владимирович. Так что происходит, кстати, по очистке воды. Мы собираемся, где-нибудь, наверное, в сентябре. Сделать семинар в Шенчжене, с поездом в Шенчжене. Обсуждать именно проблему очистки воды и проблему очистки сварки воды. Это точно где-то время. Еще вопросы? Так, есть предложение. Сейчас спустимся на конференцию. У нас на минус первого этажа. Сейчас мы там за, так сказать, чашечным чаем. И сейчас мы все равно все вопросы, соответственно. Потом возвращаемся сюда. Здесь было уже очень интересное выступление. Так. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ